Всем привет! С вами ваш Заграндом. На данном видео мы вам расскажем и покажем, как делается усиление стропил. Как правило, это делается для диагональных ног и индоу, так как на них идут самые большие нагрузки, а также для конька, но на него действуют уже другие нагрузки. Поехали! Тут представлены две доски размером 50 на 200 и длиной 6 метров. Нам необходимо усилить стропильный элемент в два раза на такие нагрузки, как прогиб и напряжение на изгиб. Приступим к сборке. Отрезаем уплотнитель по размерам нахлёста досок и укладываем его. Далее прикладываем вторую доску вплотную. Просверим отверстие в шахматном порядке под шпильку 12 в диаметре, так чтобы первая и третья шпилька была не на одном уровне. Расстояние между ними должно быть не менее 15 диаметров шпиля, так как если расстояние будет меньше, доска будет разрушаться. Расстояние от кромки доски до шпильки должно быть не менее 4 диаметров шпиля. Приведем пример. На данном узле расстояние между шпильками равно около 30 см. Устанавливаем шпильки, шайбы и закручиваем гайки так, чтобы шайбы немного утопились в дереве. Забиваем гвозди в шахматном порядке, так же как и шпильки. Гвозди и шпильки подбираются индивидуально, исходя из размеров досок. Все, мы усилили стропильный элемент ровно в два раза. Далее на видео мы вам покажем, как мы рекомендуем забивать гвозди при усилении стропилки. Забиваем гвозди не до конца. То есть забили гвозди не до конца, то есть оставили здесь расстояние. Обязательно оставляйте расстояние. После чего, сейчас покажу. После чего загибаем с другой стороны гвозди. Забиваем гвозди с другой стороны не до конца. Теперь забиваем гвозди с другой стороны до конца. Забиваем гвозди с другой стороны. Мы вам показали, как делается усиление стропилки. Так же существуют еще более эффективные методы. Как они делаются, вы можете посмотреть на нашем канале. Если у вас есть вопросы, пишите нам, либо звоните. Всем пока!